1 октября исполнилось 44 года известной актрисе театра и кино Чулпан Хаматовой. На ее счету более 60 работ в кино и множество престижных премий, но в последнее время ее имя чаще упоминается в СМИ в связи с ее благотворительной деятельностью. Почему Чулпан Хаматова оказалась на грани нервного срыва и как смогла пережить один из самых страшных периодов в своей жизни, сегодня на канале Сплетники. Родина Чулпан Хаматовой – Татарстан. При рождении она получила имя, которое, наверное, предопределило ее дальнейший путь. Оно переводится как «Утренняя звезда». Ее родители были инженерами и ожидали, что дочь пойдет по их стопам. В детстве она была достаточно застенчивой и никто не предполагал, что в будущем она сможет стать артисткой. Вместе с тем Чулпан всегда была очень впечатлительной и небезразличной, и эта способность к сопереживанию в дальнейшем не только помогла ей вживаться в образы в театре и в кино, но и стала определяющей чертой характера – внутренним стержнем. С первого курса ГИТИС она начала сниматься в кино, а на третьем курсе к ней пришел первый успех – Чулпан Хаматова была номинирована на премию Ника за лучшую женскую роль в фильме «Время танцора». Драма «Страна глухих» в 1998-м принесла ей широкую популярность. А вы знаете, что у нас есть группа в Инстаграм и Телеграм-канал, где можно узнать свежие новости шоу-бизнеса гораздо быстрее, чем на Ютубе? Посмотрите, там интересны все ссылки под видео. Этот успешный киностарт предопределил ее звездный путь в будущем. Актриса получала предложения от лучших режиссеров и играла главные роли в театре и кино. Ее называли одной из самых талантливых и перспективных актрис современности, но несмотря на большой успех, делом жизни для нее стала благотворительность. С тех пор, как в 2005-м Хаматова впервые провела благотворительный концерт в театре «Современник», она почувствовала потребность заниматься этой деятельностью систематически. Вместе с актрисой Диной Корзун, с которой они вместе снялись в фильме «Страна глухих», Чулпан Хаматова учредила фон «Подари жизнь», помогающий онкобольным детям. С первых же шагов на этом пути актриса столкнулась с неожиданной проблемой – недоверием общественности, резким неприятием и даже осуждением. Ее подозревали в том, что она занимается этой деятельностью не из-за благих побуждений, а исключительно с целью самопиара. Добывать деньги для фонда в таких условиях было очень тяжело. Ни один год ушел на то, чтобы доказать на деле искренности чистоту своих намерений. Благотворительная деятельность настолько захватила актрису, что она даже однажды призналась – продолжает сниматься в кино в первую очередь для того, чтобы иметь возможность помогать детям с онкологическими заболеваниями. «Слава сделала меня более полезной для фонда, и это очень много, но по большому счету это единственная положительная составляющая», – говорила она. В 2012-м поднялась новая волна осуждений Чулпан Хаматовой, которая переросла в настоящую травлю. В благодарность за то, что президент выполнил свои обещания, связанные с деятельностью ее фонда, актриса приняла участие в предвыборной кампании, снявшись в агитационном видео «Почему я голосую за Путина». Многие расценили это как проявление заигрывания с властями, не учитывая тех целей, которые на самом деле преследовал Чулпан. Ее главной задачей тогда было заручиться поддержкой властей в строительстве и оборудовании больницы. Этот период стал одним из самых сложных в ее жизни. Еще в подростковом возрасте Хаматова остро реагировала на несправедливость и чувствовала несогласие с внешним миром, из-за чего однажды даже пыталась покончить с собой. Что стало поводом для этого решения она позже не могла вспомнить. А в 2012-м актриса, устав доказывать окружающим свою правоту, снова оказалась на грани отчаяния и нервного срыва. На нее началась настоящая травля. На протяжении нескольких лет она получала угрозы. Актриса рассказывала, какие-то всплески недовольства были всегда, но именно в 2012-м по мне будто проехали катком. Это была такая волна, что не хотелось жить. Мне разбивали стекла машины, царапали автомобиль, писали оскорбления. И я не понимала, зачем. Мне очень не повезло. Самое болезненное, когда любимый человек тебя подначивает. С его стороны не было поддержки. Родители говорили, что я вляпываюсь в скандалы, друзей не было рядом. Я вдруг оказалась в каком-то вакууме. Это стало последней каплей. Как женщина и как человек я сломалась. Из-за состояния полного опустошения она взяла паузу в актерской карьере. Чтобы справиться со своими психологическими проблемами, ей пришлось обращаться за помощью к специалистам. Психолог помог ей восстановить душевное равновесие и по-другому взглянуть на ситуацию. «Я не понимала, что это такое. Я просто начала заболевать, рушиться и умирать. Мне хотелось понять мотивацию этих людей, в чем я провинилась. Каждому хотелось объяснить, зачем нужна эта клиника. А потом я поняла, что не надо, им интересен сам процесс», – рассказывал Чулпан. Она нашла в себе силы простить своих обидчиков и не отвечать агрессии на агрессию. Сегодня Чулпан Хаматова уверена, как бы ни относились к ней окружающей, ее главным судьей остается собственная совесть. Вопрос встает так. Ты принимаешь несправедливость этого мира? Тогда ты становишься частью этой несправедливости. По-другому не получится. Либо ты начинаешь что-то делать. Есть ценность жизни. Если от меня зависит ее спасение, для меня совершенно не важно, вверху или внизу тот стул, на котором сидят те, кто помогает. «Это мои такие ценности, я не могу никогда в жизни кого-то переубедить в обратном. Но и меня никто не переубедит, я не смогу от своих ценностей убежать, даже если захочу», – говорит актриса. А лучшим свидетельством того, что ее усилия не были напрасными, стали десятки спасенных детских жизней. Вот такая непростая история. Пишите, что думаете по этому поводу в комментарии, следите за нами в социальных сетях и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok